Никита Сергеевич Михалков Мои друзья издали книгу. Называется она «Прямая речь». Это мое интервью за 40 лет. За 40 лет. Когда они принесли мне рукопись эту, я так отгибаю страничку, читаю там «Подольск», «Подольская правда», 1966 год. Я думаю, господи, я даже читать не боюсь, что я там набуровил в 1966 году. Кто, ну ведь ничего отменяется. Я не отказываюсь ни от одного своего слова. Вот это меня больше всего поразило и порадовало, что да, мы меняемся, но то, что я отвечаю за свои слова, сказанные даже за 40 за эти лет, они могут кого-то и устраивать, кого-то не устраивают, но они так или иначе соотносятся со мной с сегодняшним. Это такое счастье, честно вам скажу. То есть тебя могут не любить, тебя могут гнать, тебя могут пытаться обидеть, ошельмовать, но тебе никто вот так вот сделать не может. Знаем мы тебя, вот этого не могут. А раз не можете, значит сидите и слушайте. Это вопрос общего вектора движения страны. 20 лет истреблялось все то, что так или иначе было сохранено и накоплено в духовной жизни нашей страны. Истреблялось. Я совершенно уверен в том, что даже сегодня, когда мы начинаем многое понимать и менять, невозможно это изменить, если не будет дана на самом высоком уровне реальная оценка преступления, которое совершено со страной 20 трибуназов. И я понимаю сложность этого вопроса. Я понимаю, что не так все однозначно. Я понимаю, что были заблуждения, искренние заблуждения. А был умысел. Такой же искренний и осознанный. Отделить заблуждение от умысла бывает порой очень трудно. Поэтому здоровое и трезвое отношение к происходящему с прицелом на будущее, наверное, это единственный путь, по которому можно продуктивно идти. Вот эту трубу видите? Причем тут труба? Ну нет, ну видите. Сколько она уже здесь лет? 40. Сколько еще проводят? Столько же. Ну и что? 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 И все так. Все. Увидали, осудили, потриндели, махнули, покурили. И все. И все так. Я считаю, огромная вина России заключается в том, что мы упустили тот момент, когда Украиной занимались совсем другие люди. Мы упустили, мы решили, что оно так и будет всегда. Ну, мы рядом, то, сё. Сало, горилка, а здесь это, а здесь то, и кино, и вместе, и пи-пи. Ну, и все чудно, замечательно. Оно как никуда не денется. Ну, газ, вот с газом воровать нехорошо, дайте денег. Вот на этом, на уровне, так сказать, невозможно в семье начать разговаривать на уровне, кто кому что должен, и не берите мои игрушки. Мы стали разговаривать на этом уровне, это очень плохо. Мы совершили ошибку огромную, я считаю. Но это моя зубыкинная точка зрения. А те, они работали, работали, работали. И то, что возникло сегодня, целое поколение выросло. Это было поколение выросло людей, которые даже генетически не чувствуют связи и зависимости друг от друга. Я бесконечно благодарен западному миру за санкции, которые он против нас проводит. Это возможность оценить, наконец, цену этой дружбы, а цинизм отношения к нам и сосредоточиться на себе. Нас никто не накормит, не оденет, не обоит и не вылечит, если мы не будем делать это сами. Это не значит, что мы должны, так сказать, изолироваться. Это значит, что мы должны понимать, что цивилизация славянского мира, православная цивилизация, она требует внимательного к себе отношения. Не разбрасывания куда-то, а внимательного к себе отношения. Простите, пожалуйста, вы случайно не клад здесь ищите? А ты кто такой? Тебе что, здесь больше всех надо? Да мы вот пошли. Да нет, просто дело в том, что вы уже здесь четвертый раз копаете на этом месте. Раз копаем, значит, надо. Понял? Понял. Моя идея заключалась в том, что должны быть сто фильмов, которые повлияли на развитие человечества. Условно говоря, это не обязательно должно быть Бриняной Спотемкин только. Но почему именно в это время, именно в этой стране был поставлен именно этот фильм, который стал культовым фильмом для этой страны или для мира в целом? Вот что интересно. То есть это история кино, присовокупленная к истории вообще, к развитию истории. Тогда это интересно. Потому что один педагог, ему нравится там литя от журавли, а другому нравится психо Хичкока. Это не должно носить характер насильственного заставления, так сказать, принять свою точку зрения. Но есть объективные вещи. Почему эта картина, почему Чапаев в то время, когда он был снят, стал культовым фильмом? Вот что интересно. И если мы будем объяснять это, показывая картину, исходя из истории страны, того конкретного момента, что было до, что будет после, что было тогда, в этом и заключается, так сказать, гармония этой идеи, а не просто показывать кино. Вот в чём дело. Как возник неореализм после войны? Это странное, потрясающее, трогательное, чёрно-белое кино из разрушенной Италии. Чувственное, грандиозное кино. И во что оно деградировало в результате, что вы сейчас имеете в виду? Вот это интересно рассматривать. Когда мне предложили снимать картину о кочевниках, и предложили мне монголов, я выбрал монголов. Я понял, что если я буду снимать картину этнографическую, делая вид, что я всё про них знаю, это будет фальшиво. Поэтому мне нужен был человек, который как бы моими глазами, ничего не понимающего или мало что знающего про это, раскрывал бы зрителям, что происходит вокруг. Какая душа! Какая душа! Наша душа! Вот она! Вот она наша душа! Вот! Это! Вот! Душа! Два юаня штука! Душа! Два юаня! Вот! Душа! Вот это и есть душа! Володя Гостюхин замечательный, даже я не скажу артист, он замечательная личность, он такая планета, планета Володя Гостюхина. Неудобный, ну точнее, не всегда удобный, противоречивый, хотя цельный, как это ни странно звучит. Наивный, по-хорошему, по-такому глубокому, замечательному, наивный, непримиримый в каких-то важных для него вещах, трудно убеждаемый, но тем не менее убеждаемый, если он верит в то, о чем идет речь. Он очень серьезный, талантливый, глубокий и, на мой взгляд, на мой взгляд, несмотря на то, что он, так сказать, не юношеского возраста, очень перспективный художник, человек. Думаю, что, наверное, правильно было бы, может быть, это касается как бы творчества и того, что мне кажется, но я говорю, что я не хочу быть понятным, я хочу быть понятным. Мы не должны быть понятными, мы должны быть понятными, потому что понятны – это водка, икра, медведь, калинка. Это понятно. А понятный – это Достоевский, это Киреевский, это Тетчев, это Мусоргский и так далее. Киреевский Киреевский